Мне получается повезло. В 1976-1977 годах в нашей части, в поселке Нахабино под Москвой, дедовщины как таковой не было. И это в том самом страйбате, которым так любили пугать в то время пацанов, не желающих нормально учиться ни в школе, ни в ПТУ. Тогда просматриваю ролики о дедовщине в воинских частях. Очень редко, но встречается все же под некоторыми из них безапелляционное утверждение, что без дедовщины в армии никогда не будет порядка. По всей видимости, нелегко пришлось авторам таких комментов в первой половине службы. И скорее всего, стариками они уж точно на новобранцах оторвались по полной. А иначе откуда взяться таким утверждением? Давно известно, что власть над людьми и вседозволенность кого-то развращает и опеняет, превращая порой в жестокого демона, а кто-то даже при власти остается достойным и уважаемым человеком. Неужели порядком в роте называется то, что нередко видим в инете? Например, когда широкоплечий дедок, которому не спится ночью в предвкушении скорого дембеля, с голым торцем, поигрывая мускулами, прохаживается вдоль шеренги поднятых среди ночи сонных новобранцев. Всем своим видом дедок показывает, что в его голове, работающей, по всей видимости, в довольно узком диапазоне, родилась очередная садистская выходка. Печально, когда есть почитатели именно такого порядка в армии. Конечно, у нас соблюдалась определенная субординация по отношению к старослужащим. Ну как без этого? Не станет же дедок картошку чистить на кухне со своим взводом. Правда и спать в казарму не уйдет, тут уж старшина роты присматривал. Тогда и нам, как везде, бывало на плацу или в роте перед вечерней проверкой, зачитывали информацию о ЧП с расстрелом молодыми солдатами-сослуживцами где-то там в дальних-дальних гарнизонах. Мы воспринимали эти подробности спокойно, как далекие и нас не касающиеся события. Конечно же, определенные терки среди солдат в нашей части, как и везде, периодически возникали. Однако, лишь только один неординарный случай очень впечатлил тогда, что называется на всю оставшуюся жизнь. О нем я в подробностях рассказал даже своему сыну, когда еще только-только начинал формировать у него добрейшего скромного мальца стойкий характер. Я понимал, что с таким покладистым характером, как у него, ему будет непросто в нашей жизни и особенно в армии. Для этого тогда же в 12 лет я отвел сына и в школу бокса. Так вот, случился этот неординарный случай в нашей воинской части 52-564 летом 1976 года, когда подходил к завершению первый год моей службы. Вечером после ужина у нас свободное время, письма, там отдых, разговоры. А деды иногда бывало венчишка в Тихарца организуют, ну и потом бродят до отбоя своей стайки, особо никого не цепляют. А тут вдруг прошел слух, что одного парнишку с нашего призыва прессанула такая вот хмельная компашка. Чего случилось, никто толком не знал. Возможно, сигарету для них не захотел поискать. Вот шпонку стариков и сорвало. Лицо ему разбили. Оба там, в общем, придурки. И вот в тот же вечер, может где-то через час после отбоя, когда большинство солдат уже заснули, раздался истошный крик дедка. Того самого, которому вечером шибко хотелось покурить. Все, естественно, проснулись. Оказывается, молодой боец, рост он был невысокого, но достаточно крепкого телосложения, которого поддатые деды совсем еще недавно пытались учить ему разуму за плохое поведение, надумав все-таки дать прикурить дедушке. В общем, мы видим картину, от которой сегодняшние любители ММА приходят в восторг. В кровати, сверху, на дедуле, сидит этот крепыш и окучивает кулаками с двух сторон по морде. Как нетрудно догадаться, самого активного из своих воспитателей. А тот закрывает лицо руками и истошно изрыгает маты на всю казарму. Продолжалось это, пока не подоспели однокашники перепуганного старика. Они-то и оттащили непокорного бойца от скрученного тела своего друга. Так представляете, наш Рэмбо пошел ва-банк и кинулся драться на них тоже. Ну, деды, ребята, ежики, блин, семеро одного не боимся. В общем, побили смельчака, правда, уже без особого азарта. Видимо, опасались, что в следующий раз могут оказаться на месте своего дружка в качестве тренировочного напольного мешка по отработке в портере приемов ММА. Поэтому били уже скорее для порядка. Ну и пригрозив, напоследок черпаку разошлись по кроватям. Черпак – это солдат между полугодом и годом службы в те времена, когда служили два года. Кстати, в одном из роликов мне встретилось утверждение молодого автора, что черпакам доставалась самая грязная и унизительная работа. Не верьте, это явный перебор разгоряченных фантазий автора. Самое трудное, если и было, то только в первом полугодии службы. У молодых, ну, так называемых, соломонов. Про ММА, конечно, в те годы мы еще ничего не слышали, а вспомнил я о единоборствах, чтобы оживить картинку давно минувших дней. Итак, идем дальше. Казарма постепенно затихла и заснула, однако сон был недолг. Догадались, наверное, что произошло потом, да? А дальше все повторилось, как под копирку. Истошный мат все того же персонажа, бешеный топот его дружков, спешащих ему на выручку. Но только на этот раз, когда старики вновь оттащили разъяренного черпака, уже от окровавленного тела друга бить его больше не стали. Хорошо, хоть новоявленные Макаренко не слишком были пьяны и сообразили, что парня просто звездюлями не остановить. А если искалечат пацана или, не дай бог, убьют, то их ждет дисбата, то и тюрьма. А дисбат штука суровая, ребята. Слышал, что некоторые солдаты, попавшие под следствие за совершение воинского преступления, даже предпочитали дисбату тюрьму. Правда, от них это уже не зависело. Там такая штука в те годы была. Если за преступление солдату давали меньше двух лет, тогда мы два года служили, он отправлялся в дисбат, а после дисбата полностью должен был дослужить свой оставшийся срок срочной службы у себя в части. А если давали больше двух лет, то осужденный шел на зону и в армию больше не возвращался. И еще интрига. Тогда существовало мнение, что якобы на зоне порядки были менее жесткие, чем в дисбате. Об этом я узнал от своего родственника Сергея, который до армии пару ходок на малолетке успел побывать. А в страйбате год дисбата заполучил, возможно, даже за него со мной отношения. Теперь я уже не помню подробности. Тогда в 70-х брали, кстати, в страйбат даже судимых. Служили мы с ним, Сергеем, в разных местах, но примерно в одно и то же время. И в письме он рассказывал некоторые мне вещи о дисбате. Работали они день на погрузке леса, крыгуляка в железнодорожные вагоны, под дулами автоматов. А после работы, когда у обычных солдат личное время, у них была несколько часов строевая подготовка. Каждый Божий день. А в субботу и воскресенье в 6 или даже 8 часов не могу ошибиться. Обязательно строевая подготовка на плацу в любую погоду. В общем, после отбоя с его слов, они трупами падали на кровать. Мне запомнились его слова. Саша, никогда, ни по какому случаю не попадай сюда, то есть в дисбат. Лучше на моем опыте делай выводы. Так вот, на этот раз деды, поняв, что оказались в тупиковой ситуации, решили ограничиться только вразумляющей беседе. Типа, «Хорош борзеть, обурел совсем!» «Думаю тебе, бля!» Ну и все такое. Впрочем, после окончания мирных переговоров любитель покурить вряд ли уже заснул в эту ночь со своими дружками. Честно скажу, не припомню, был ли третий заход на посадку отчаянного истребителя на тело воспитателя. Фантазировать не стану. Все-таки больше 45 лет прошло. Я уж и звать-то не помню, как того парнишку. Он был в нашей роте, но из другого взвода. И вот здесь я решусь предположить с большой долей вероятности, что если в страйбате в те годы было бы оружие, то вполне могли бы те ребята-ежики отправиться домой не при аксельбантах в ушитой демельской форме, а в запаянных, железных. Понимаете, да? Поверьте, говорю, это без восторга и пафоса. И лишь в назидании тем, кому предстоит служить и стать в свое время старослужащим. Парнишка был не псих, не слабак, что сейчас иногда приписывают тем, кто решается схватить автомат в подобной ситуации. Слабак не пойдет на пять человек с голыми руками. Он честно отслужил свой срок и дебельнулся осенью 77-го, так же, как и я. Вот такая поучительная история случилась на моих глазах в советской армии в далеких 70-х. И как мне кажется, поучительной, в большей степени, эта история оказалась для самих дедов. Видно было, как они сами уже пожалели, что связались с таким крутым перцем. Понты понтами, а вместо дембеля в дисбат. Никому из них не хотелось отправляться. Как там говорят в таких случаях? Очко-то, брат, не железное. Завершу-ка я свой рассказ по типу народной притчи. Хоть и умылся тогда паренек своей алой кровушкой, но зато заслужил крутую уважуху у всех сослуживцев в роте, включая и насрадавшихся в эту ночь старичков. Все рассказал без вымысла, а выводы делать только вам, будущие бойцы. И вам придется побывать как в роли салабонов, так и в роли стариков. Всегда дружите с головой, особенно когда будете в дедах. Всего доброго. Жду ваших комментариев и подписок. Увидимся.